История получила продолжение, но до финала пока далеко. Мы уже рассказывали про жителя Шуйского района Михаила. Прошлой зимой он и еще трое мужчин работали на заготовке древесины. Они выполняли поручения председателя колхоза, но он же глава сельского поселения. Валили сухостой и здоровые деревья. Дело это незаконное и в конце февраля на делянку нагрянула полиция. Председатель пытался всячески избежать наказания. Просил подчиненных даже дать ложные показания. Сказать, что в лесу они первый раз. 20 мая лесорубов вызвали на очную ставку с командиром в следственный отдел города Шуи. В кабинете находились двое следователей, председатель колхоза и его адвокат. Видимо, до приезда мужчин они уже нашли общий язык и всем нужны были определенные показания. Меня последнего на очную ставку вызвали. Ну и что, адвокат же мне листочек, вроде подпишись. Я не встал. И два гаврика мне руки заломили за спину. Я отрубился. А потом ушел в больнице. Гавриками Михаил называет следователей. С допроса без сознания его увезли на скорой. Руки заломили настолько сильно, что мужчина от болевого шока потерял сознание. Врачам сказали, что он упал со стула в приступе эпилепсии. Удивительно, но от этой болезни тракторист никогда не страдал. Однако именно от эпилепсии его лечили три дня в шуйской терапии, пока мужчина не сбежал из больницы. Руки висели как плети, бока были уже черными. Михаил пошел в полицию. Рассказал о случившемся и только потом обратился к травматологу. Обе руки врачам пришлось фактически собирать заново. Так вкратце выглядела эта история летом. Позади полгода. Справедливость частично восторжествовала. Состоялся суд. Бригадиру, который по сути толкал несведомленных работников на преступления, суд вынес приговор. Депутат совета шуйского муниципального района Олег Пряженцев признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Как установлено следствием и судом, был причинен ущерб лесному фону на сумму 128 тысяч рублей. Приговором назначено наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы с удержанием и заработка в доход государства 10%. А следователи первого отдела по расследованию особо важных дел проверили своих шуйских коллег, так сказать, на чистоплотность. Могли ли они заломить руки свидетелю? Или это действительно был эпилептический припадок? Все происходило в самом большом кабинете. Друг напротив друга находились лица допрашиваемые, с кем проводится очная ставка. За спиной находились лица, относящиеся уже к другому уголовному делу, но не сотрудники следственных органов. Так вот, никто из них не утверждает о том, что к Михаилу применялось физическое насилие. Все они видели лишь факт его падения в эпилептическом припадке. Михаил выглядит бодрее, чем летом, но лечение еще не закончено. Руки поднимаются лишь до груди. Тот злополучный допрос он запомнит на всю жизнь. Никого из посторонних в кабинете тогда не было. Я, Пряженцев, адвокатша и два следователя. Дверь по-любому закрывали. Тем более, если, как они говорят, что в коридоре кто-то сидел, досмотрел в открытую дверь, там сидеть-то негде, там один стул, и то с него, если даже дверь открыта будет, ничего не увидишь. А по окнам кто лазит, смотрит, вот я сам вот это вообще не могу понять. Допрос, как у вас там что было, где до чего. Во, я на стуле сидел, тут справа от меня Пряженцев сидел и адвокатша. Следователь напротив тут за столом. Адвокатша убежала, а эти два гаврика подошли. Хотели, видать, припугнуть, а я сознание потерял. Выйти из кабинета и добраться до скорой Михаилу помогал еще один лесоруб. Свидетель по делу Леонид Котельников. Во время допроса он находился на улице. Был он, трезвый. Потом чего? Когда приехали врачи, когда при эпилепсии, человек не помнит, там, полчаса, час чего-то, правильно? У него этого не было. Он назвал, как его зовут, где он живет. Все полностью. Ну, руки у него не работали уже. То есть они ему сказали, мы тебе поставим укол. Я говорю, расстегивай штаны. Он кое-как на силу их расстегнул. То есть я его погрузил в машину, довезли его до этого, до больницы, и его уже туда сопроводили наверх. Какое-то нападение сделать, чтобы так операцию было. И главное, на обоих руках. Это невозможно упасть одновременно на две руки. Правильно? Соборитесь со мной. Очень важный момент. По словам Котельникова, руки у Михаила были явно повреждены уже в следственном отделе. Об этом же говорит и супруга Наталья, которая примчалась к мужу в больницу, как только узнала случившимся. Я приехал, у него руки как у Рэмбо были. Раздутые предплечья. К вечеру, значит, пока я с ним сидела, у него пошли спускаться вот эти все кровопотеки, уже синяки, все начало спускаться. Вот так вот я его нашла. Об этом же потом расскажет участковому сосед по палате в Шуйской ЦРБ. С допросом Михаила привезли с опухшими руками. Есть подтверждение свидетеля Сырова, Александра, который лежал с ним в больнице. У меня сейчас просто телефон разбил, у меня его номера сейчас нет. Но его допросил участковый, Шуйский. Есть подтверждение, что он уже поступил с раздутыми руками. В Шуйской больнице Михаила лечили от эпилепсии, которой у него не было. Есть все справки, подтверждающие этот факт. Травматолога так и не пригласили, хотя просил и сам больной, и его супруга. Через три дня он самовольно покинул лечебницу. Вот так выглядели руки Михаила, когда он пришел домой. Через несколько дней пострадавший обратился в полицию. По мнению нашего следственного органа, телесные повреждения Михаила были получены в период с 22 мая по 23 мая. В тот период, когда он покинул больницу и еще не обратился в органы милиции. Эти телесные повреждения могли образоваться, по словам эксперта, от достаточно сильного физического воздействия, похожего на пытки. То есть, как людей раньше на дыбу вздергивали, так вот и что-то похожее произошло с Михаилом. Почему он не хочет говорить то, что на наш взгляд является правдой? Ну, я раньше вам сказал о том, кто такой человек, которого он изобличал в совершении данного преступления. Почему он дал правдивые показания в суде о том, что тот человек нанимал их для того, чтобы спиливать лес? Ну, наверное, это какой-то знак мести о том, что он все равно наставит на своей гражданской позиции. И как бы его не ломали от нее отказаться, он все равно будет ее придерживаться. Если резюмировать результаты следственной проверки, то получается, что в следственном отделе у Михаила случился эпилептический припадок, а руки ему сломали некие злоумышленники после побега из больницы и до обращения в полицию. И все очень даже правдоподобно, если не учитывать как минимум нескольких свидетелей и супругу, которая забрала мужа из больницы и довела до дома. Мы с ней спустились с четвертого этажа, сели на маршрутку, доехали до вокзала, на вокзале сели в автобус, приехали сюда. Так что нигде по дороге там никто до меня ничего не докапывался. Так что пусть такую никому не говорят. Сейчас они вместе пьют чай и стараются забыть тот страшный май 2014-го. Полиция дело так и не завела. Следователи своей проверкой удовлетворены и уверены в порядочности собственных кадров. А Михаил пока не может устроиться на работу. Отец двоих детей, ему нет и 40. В скором времени он, скорее всего, получит свою первую пенсию. По инвалидности. Болять-то болят, но спать на спине. И все, выше не поднимаются. Ну так дела потихоньку делаешь. Можно он и землю покопать. Только вверх никуда. Лампочку это он соседа просил вкрутить. От Михаила возвращаемся поздно вечером. На улице успело стемнеть, пока мы искали правду в этом темном деле. Но все же хочется верить в справедливую развязку истории. На одной чаши весов репутация целого следственного управления. На другой один человек и его навсегда подорванное здоровье. Что-то да перевесит. А что именно, пока предположить сложно. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова